Всем доброго времени суток. Сегодня пятница. Опять не подготовилась. Какое число? Восьмое декабря. У нас серо, сыро, холодно. Холодно дома. На улице нормально. Я в водолазке, ну и жилетки. И для профилактики в кипуле. Три дня идет дождь. Периодически. Идет, периодически не идет. И вот между дождями мы сделали такую вылазку. Прошвырнуться по магазинам. Разметь свои ножки. Надрали кумквата с дерева. Не один, нет. Вечером будем кемаля витаминизировать. Ну и альмина, если захочет. Странно. Вообще, как-то затяжено вот это вот серое небо. Несколько дней уже происходит. Бойлер, конечно, не отключаем, потому что вода горячая. Это же хорошо. И посуду помыть у себя. Ну что, прогуляйтесь маленечко с нами по серой вот такой вот Анталии. Видно небушка вам серое-присерое, темное-притемное. Дождь в большинстве своем идет, знаете, как-то беззвучно. Бывает мы... Ну, в спальне вечером уже. Телевизор или что-то смотрим. Выходим на террасу, а там прям ливень. И он такой беззвучный. Без всяких... Нет, надо сорвать маленечко. Мандаринов дома закончились. Грех ведь, когда проходим, мои внучки тянутся такие... Оранжевые, сочные. Маленько. А, и грейпфрут я доела. Ну, ладно, на обратном пути. В общем, идем, собираем урожай, где можем и где не можем. Прогуляю вас сейчас по-мокрому. Умоется сейчас улочка. Чистенькая будет. Пыль прибьется, прихлопнется. Зрелище. Кот спит на собачьем корме. Магазины у нас здесь активно пооткрывались с одеждой. Но мы не заходили. У нас все есть. Платьишко просто привлекло мое внимание. Теплое, уютное. И размер вроде немаленький. Такое, практически в пол. Хоть я и не очень люблю зеленый цвет, но добавить украшения. И вы уютная красотка. И вот такой новогодний магазин. Интересно, что потом, конечно, будет там продаваться. Но пока в ожидании Нового года. Красивая елка. Ну, пару лет назад в России покупали елку. Возможно, размером такая же, как эта. Ну, до потолка, в общем, она была. Ну, наверное, два с половиной метра-то она и была. И вот так каждый кончик, каждая иголочка горела, переливала, сверкала. Ее даже наряжать было жалко. А потом, когда... Это, наверное, за год или за два до рождения Аришки мы покупали. А потом отдали. Голубушки ей же нужнее. Покупали, потому что Юна с семейством приезжали к нам на Новый год. Но тогда еще кемальки не было. Вот. А у нас была маленькая-старенькая. И мы решили устроить настоящий Дед Новый год. Сын переодевался в Дед Мороза. Альмина, конечно, не ожидала. И она... Ей годика, наверное, четыре было, что ли. Три или четыре года ей было. Альмина не ожидала. Она была в таком диком восторге. И вот только, наверное, в прошлом году как-то, что ли, стала догадываться, что это все-таки был сын наш. Потому что там снимали мы, разумеется, на телефонное видео. Она проглядывала и догадалась уже потом. Узнала своего дядю. И теперь Аришку елка будет радовать. Ой, ла-ла-ла. И что, и в кооператив? Фух. Господи. Хотела за картошку. Хотели зайти посмотреть. Заговорилась за Новый год. Сказка, волшебство. Радость, детство, трепет. Что-то не очень. Можно было и не возвращаться. Страшненькая. Хоть по 15.50. В общем, какая-то невкусная картошка. Зашли внутрь магазина. Ну, такая же. Неаппетитная. Что, значит, брать не будем. Даже. Какие макарошки. Боже мой. Для деток, наверное, очень хорошо. Зайдем сейчас в любимую пекарню. Хлеб, если будет, мы такой брали. Темный там нам понравился. То купим. Майя, фырын, кафе. Майя, дрожжи, фырын, печка. Ну, а кафе, ну, и в Африке кафе. Ну, вот этот брали продолговатый. Ну, я так поняла, его еще в печку не ставили. Ну, значит, придется попробовать вот тот круглый. Ну, и неплохо. Что-то попробуем. Ну, вот этот нам очень понравился. 17 лишь стоил. Булку еще вот такую взяла. Надо же доедать каймак. А то испортится жалко. Ой, вот по-дурацки двери на себя открываются в помещении. Никакой противопожарной безопасности. Мы в магазине Бим. Тут попривозили всякие теплые штучки, тапки на подошве. Вон, что, по-моему, по 105, что ли, лирар. Так-то что-то тапки нынче подорожали по 200 лир. Ну, у нас с тапками все в порядке. Так, что мы тут, колбаску прикупим, да? Да, вот наш колбасный ассортимент. Ну, и самое приличное на наш вкус вот это. Она с индейки. Это куриная, хотя тоже фирма неплохая, но куриная с индейки вкуснее. 500 грамм 45 лир. Ну, если быть честной, то невкусно все. Вся колбаса. А, колбаса невкусная. Скучаем по полукопченой колбаске. Мы, конечно. Ну, в таких пакетиках иной раз берем. Вроде как неплохая вкусная. Ну, во-первых, она очень дороговатая. 75 грамм 15 это сам. И они так тоненько нарезаны, что хочется. На бутерброд вот всю упаковку и положить сразу. В общем, сомнительное удовольствие колбаса местное. Вот уже опять солнышко спряталось. Ну, хоть прогулялись немного. Ветра нет, тепло. Хорошая погода, только что пасмурно. Пасмурно. А где еще были? Еще не все магазины. Ну, в общем, у нас на пути в дом будет еще магазин под названием Шок. Вот в него мы еще и заглянем. Там, где я молоко люблю покупать. Но молоко есть дома. В этот раз. Вот шли бы и шли мы мимо. Нет, зашли. Теперь мне охота... Вот такие... Финтифлюшки. Печенье, я так понимаю, внутри, как и риска. Надо брать. Тем более со скидкой. Вообще. Наш вариант. Кстати, со сроком годности более чем. Все замечательно. Целый год впереди. Сходили прогулялись. Денежки потратили. Какая прелесть. Можно жить спокойно дальше. Пойти со спокойной совестью готовить. Что у меня по плану? У меня по плану борщ. Как раз хлебушек чудный купили. Какие-то цветочки красивые. Показать вам. А то серая серость сегодня. Но прелесть же. Даже очень красивые. Какие-то маргаритки похожи. Ну так вот. Замечательный хлеб. Куплен. Дело за малым. За борщом. Тут какое-то маленькое типа кафешка. Но никогда мы тут не были. Апельсиновое дерево. Только в ведре, но с плодами. Что? А, господи, я даже не заметила. Я на расцветку загляделась. Благодарим, что прогулялись с нами. Между дождями. Надеюсь, что в следующий раз увидимся при солнечной погоде. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...